эксклюзив ну я же замуж выйду была в страхе просто дунит ветер дом упадет мы сейчас поднимемся узнаешь танцуй просто до упаду я не миллионерша не зарабатываю миллионы ребят всем привет мы продолжаем с вами изучать рынок узбекистана подписывайся на этот канал ставь лайки балалайки сегодня будет очень бомбический выпуск потому что кто писал вот в этом ролике издание уже знакомы для вас и вы написали что здесь живет ситора вы были абсолютно правы так что ситора согласилась уделить пару часов чтобы рассказать о своей недвижимости это эксклюзив ребята не всем она это дает мне посчастливилось так как мы с одной команды благо это мне помогло ситора холм салам алейкум ситор смотри нас смотрят три страны кыргызстан казахстан узбекистан и таджикистан россия незабываемый азия-мидж я тебя хотел бы поздравить я слышал что ты приобрела себе недвижимость не одно эксклюзив ребят сегодня будем разговаривать про этот блок ситор расскажет почему здесь выбрала про район немного расскажет про страницу к тебе встречный я тщательно скрываю что я приобретаю недвижимость честно это вот только пару моментов я выставляла в инстаграме работу дизайнера своего откуда ты узнал что я приобрела квартиру именно в этом комплексе голден халк видите строительный мир очень такой маленький но с друг другом все общаемся получилось так я реально случайно узнал и я прям рад за тебя потому что я сюда уже приезжал разговаривал с отделом продаж разрекламировали сказали что это круто это одна из лучших компаний в узбекистане но по слухам я общался с людьми они сказали что то есть не последнее место точно занимает и я посмотрел объемы здесь если они в срок успевает я думаю это достойно это конечно golden house это очень популярная строительная компания во всем узбекистане во первых они отличаются чем тем что очень качественная стройка удобства на первом уровне для golden house у нас очень много строительных компаний которые учитывают удобство клиента но я обошла почти листышки была я в кай сити мурат билдинг в реал хаусе везде у меня была мечта купить квартиру golden house и в ташкент сити ташкент сити мечта не исполнилась или она уже воплотит думает уважаемый славу ваш потенциальный клиент заинтересуете а не знаю ну все тогда расскажи пожалуйста ты здесь купила сколько квадратных метров 222 но квартира она еще новая дизайнеры у меня команда как бы только заходит то что я купила квадрат только подняла стены это будет наш двор здесь будет детская площадка кстати на территории этой строительной компании это будет частный детский садик супермаркеты свои будут школу это все планируется как бы все под рукой я сейчас живу квартире у меня тоже от компании golden house тоже замечательный дом самый большой плюс что меня тогда заинтересовало это детская площадка шикарная когда сюда приходил тут ребята за дело продаж расхваливали но как вы знаете я лучше буду смотреть на ваши комментарии прямое доказательство ситора сама говори что уже вторую квартиру приобретает в golden house нас это что-то знать либо есть какие-то секреты которые мы с вами не знают скидки есть как нет скидки конечно есть они учитывают интересы постоянных клиентов это раз во вторых когда ты приобретаешь квартиру в компании golden house ты понимаешь что ты не пожалел сейчас будет на что смотрелась итора то есть мы с вами смотрели на какие-то другие моменты там на документы на строительство а на что смотрелась итора давай первое это парковки потому что ты ездишь на машине да окей дальше детская площадка детская площадка третье детская площадка зачем те же нет ну я же замуж выйдут можно сказать что ты свободно пока значит парковка детская площадка на будущее и качество дома качество дома же я приобрела квартиру ноября и и приобрела когда этом встроился и они сказали что до осени все это закончится вот еще вас и не нет а почти смотрите год да это уже до строили облицовка уже и внутри идет ремонт и уже может принципе заезжать если ты сделаешь но единственно здесь заездов нет урага а во первых заездов нет во вторых сейчас не выгодно делать сразу ремонта и за cancelled то что тебе ты заедешь соседи начнут только делать как ты планируешь Когда ты хочешь закончить и заехать? К концу осени. Значит, район, ты говоришь, новенький. Перспективный. Самое главное, что нет пробок. У тебя вообще в планах здесь жить, продать, бизнес? Да, нет, здесь я хочу жить. Во-первых, во время стройки же покупали. И я видела, какие стены, как вообще строился этот дом, как они его планировали, как они делали. Я убеждена в том, что это качественный дом. Жить я собираюсь здесь. А заниматься бизнесом уже другими квартирами. А, прикольно, у тебя есть такое намерение покупать, продать? Кого ты собираешься покупать, продавать? Во-первых, буду покупать для начала у меня с Golden House, потому что у меня большие скидки здесь. Я постоянный клиент Golden House. Это как будто бы реклама опять получилась. Честно, мне, если честно, как бы без разницы на все средние компании, это не реклама, просто человек говорит свое истинное пожелание. Ты говоришь, качество стенок. Кто-то утепление не делает, кто-то просто в сантиметрах говорит. Здесь 51 сантиметр стена. То есть это для тебя что-то говорит? Я жила в доме, где стены метровые. Там Николаевские кирпичи. Говорит о том, что, во-первых, у нас было... Вот я сейчас не помню, в каком году сильное землетрясение. Аж треснули у нас не то, что стены, а именно земля. У меня собака, вот я помню, прям бегала, была в страхе. Тогда наш дом не то чтобы не треснул, он не чихнул. До сих пор эта квартира у меня есть, я ее не продала. Ширина стен имеет большое значение, это большое плюс. Вот как раз перед тем, как приобрести эту квартиру, мне показывали... Ну, я не буду называть эту строительную компанию. Первое, что меня оттолкнуло, я вот честно сказать, когда я вошла в эту квартиру, я развернулась, ушла сразу, я не стала смотреть дальше. Полтора кирпича, стены внутренние. Наружные один кирпич. Это вот просто дунит ветер, дом упадет. Здесь, я как заметил, утепление особо не пользуется, наружные стены. Я сделала утепление снутри, у меня квартира, сейчас мы посмотрим, у меня тормоз квартира получила. Как раз таки утеплила пенкой, пока еще не закрыла пенку, мы сейчас заметим. Во-первых, это не пропускает жару, зимой холод. Это будет наш подъезд. Чем отличается бизнес от стандарта? Это тем, что, во-первых, это огроменный подъезд, давай начнем с этого. Два лифта. У всех двери от Golden House качественные, шикарные. А какой у меня этаж, мы сейчас поднимемся, узнаем. А вот это вот все-таки, расскажи, пожалуйста, что это такое? Это что такое? Это что такое? Не знаешь, не узнавала. Надо сейчас узнать, что-то мне тоже интересно. Похоже на какой-то, типа, клумбы. Надо было мне покупать квартиру на первом этаже. А ты думаешь, здесь можно купаться? Здесь, мне кажется, это фонтанчик будет просто. Нет, видишь, вот тут будут ограждения. Бесеточки красивые, зеленые, аллеи. Вот просто наслаждение, это будет природа. Там и высокие небоскребы будут у нас тваны. Честно сказать, я хотела купить квартиру на 43 этаже. 50 этажей там было? Да, но моя мама сказала нет. Что да, она боится. Почему это стереотипно? До сих пор люди первые этажи дорого продают, а последние подешевле продают. Сейчас уже меняется стереотип. У тебя есть разница первый этаж и там последний этаж? Я почему купила последний этаж, я открыла секрет наш. Я купила последний этаж с мансардой. Потому что сейчас в квартире, где я живу, Golden House, мы живем на шестом этаже. Первый раз в жизни я пошла против... Воли мамы. Мамы, всего-всего. Я ее сколько уговаривала, она не хотела. Но когда мы переехали... Первое, когда вот на ночь ты отключаешь кондиционеры, открываешь окна. Чистый воздух, без пыли. Комары, мухи, ну прям редко залетают. Они вот прям тяжело поднимаются на высокие. Еще видно город. Когда ты начинаешь уже делать стройки, покупать квартиры, ну вы... Несмотря на то, что ты женщина или мужчина, ты начинаешь разбираться в строительных материалах. А вот скажи, у тебя есть братишка, да? Все равно ремонтом большую часть занимаешься ты? Нет. Мне интересно, я сама приезжаю, я навещаю. А, это ДВП. ДВП. А ДСП это ТОЛС. Я знаю, что такое гидрокартон. Я знаю, что такое смеситель. Я знаю, что такое сантехника уже. Серьезно, серьезно. Ну-ка, ну-ка, еще. Я знаю, что оказывается, нужно закрывать потолки пенкой, чтобы сделать термос квартиру. И за то, что последний этаж, ты пеной, да еще подхватил. Вот они говорят, голденхаус, да? Предпоследний этаж здесь покупаешь мансарда в подарок. Это правда? Да. Вот это я понимаю, подарки, а не вот этот 12-й айфон, наушники. Так что участвуйте в конкурсе. Кто не видел выпуск, первый этаж покупаешь, тебе еще и подвал столько же квадратуры дарят в подарок. Во-первых, они широкие. Зашли в холл, гостиная. Здесь у нас будет длинный стол на 20 человек. Здесь, конечно, у меня будут шторы. Мебель с моими красивыми посудами. Да, серван. Это зона мягкой мебели. Вот здесь у меня будет мебельное оформление. По стене у меня будет большой телевизор. Это я уже заказала. Так, у нас будет балкон. Здесь я закрою. Фасад трогать нельзя, чтобы не испортить красоту. Я закрою прозрачной сеткой. Ребята, ну вот так вот это выглядит с последнего дня. Это будет у меня вид с балкона. Моя мама будет смотреть, наблюдать, как племянники играют. Надо будет... Свистнет, крикнет. Домой. Это как раньше. Домой кушать. Мама зовет. Это было же самое страшное для нас. Мама ищет. Здесь будет искусственный газон. О-о-о, да ты че. Здесь будет Г-образная мягкая мебель. Здесь будет столик, который будет спускаться, когда вот захочешь покушать. Например, вот утром хотят бы завтракать. С видом на соседей. На соседей, да. Чтобы они увидели, что мы кушаем. Ты хочешь здесь делать как бы открытым виде. Как с пылью? Потому что у нас, например, в Кыргызстане, да, не особо популярны вот открытые. Потому что все стараются закрыть, застеклить, потому что пыль, грязь залетает. И здесь постоянно пыль. Стройки скоро закончат. Во-вторых, вот этой грязи вообще не будет. Очень озелененная зона. Слишком очень-очень много будет зелени. Здесь будет такой воздух чистый. Вся квартира будет белая, айвовая. Айва, белая и голд. Очень популярный сейчас стиль. Заранее какие-то вещи ты уже заказала. Телевизор, мебель ты уже наверняка заказала. Мебель уже все. На всю квартиру, даже до зубочистки заказала. Да, вот круто. У нас есть компании, которые делают ремонт под ключ. Ты приезжаешь, показываешь квартиру, даешь дизайн, даешь рендер, даешь смету дизайна. Я это уже знаю. Я просто слушаю и удивляюсь. Молодец. Вот. И они тебе подсчитывают, сколько уходит краска. Если обои, сколько метров обои. Все. Ты даже не ездишь по магазинам. Ты не делаешь вдруг, если, например. Вот выходит на меня компания в кафеле, да, занимается. Сделайте мне рекламу. Вартер. Ну давайте, почему бы и нет. Я, например, им говорю, так, высчитывайте кафель, потому что я вам сама ее предоставляю. Высчитывайте, например, обои, там чего-то, чего-то. В ремонте, где, может быть, какая-то позиция, где тебе нужна помощь, можем это сказать сейчас? Нужна помощь сейчас, на данный момент, во всем. Бригада нужна, мне нужны сантехники. Для ремонта все, что нужно, мне сейчас нужно. Все, что нужно, все вам нужно. Кто смотрит с Узбекистана, если у вас есть какое-то сырье, материалы для ремонта, пожалуйста. Вы найдете общий язык, пишите менеджеру, и вы там договоритесь. Вахи. Мне, мне звоните. Нет, Том, давай. А, бахи, брат, я же обрадовался, я же буду менеджером. Здесь будет небольшой коридорчик такой входной. Все щиты будут вот здесь. Мы здесь сделаем шкаф, ну, может быть, там, вдруг чего-то положимчик. Как не кладовка, а вот прям красивый будет шкаф. Мама найдет, что чем заполнить. Конечно. Это будет санузел. Две двери будет или как? Да. Вот это одна дверь, а я оттуда дверь. Это будет коридор, это будет отдельная дверь. Это гостевой санузел. А я вообще не буду жить на этой квартире, я замуж выйду, скоро уйду. Чует моя душа. Здесь будет дверь, гостевая спальня. Здесь будет тумбочка, телевизор. Здесь будут шторы. Я бы никогда на шторы не обращал внимания. Вот это женщины. Шторы. Это шторы. Здесь шторы. Здесь будет кровать. Будет широкая. Вот полторушка, она будет широкая для комфорта. Здесь будет шкаф для гардероба. Блин, ты вот прям до мелочей. Я, если честно, там рассказал бы. Вот здесь кухня, здесь зал, здесь санузел. Все, она в мелочах. Такая же комната. Окна оставляют открыть. Это нельзя, вдруг будет сильный ветер. Ветер может сильно открыть окно и разбить окна. А у меня окна очень качественные. Это немецкие окна. Это будет лестница. Под лестницей небольшая кладовочка для мам. Там кастрюли, шкастрюли, все такое. Почему в нашей сумочке нет свободного места? В маленькую сумочку мы можем положить весь мир. Это кухня. Кухня большая. Я всегда хотела, чтобы у меня была большая кухня. Во-первых, я очень люблю заниматься готовкой. Готовка, да. Я обожаю. Ты че? Я обучалась. Пеку, жарю, готовлю. Здесь будет диван. Г-образный диван. Мягкая зона комфорта. Здесь будет стол и мягкие стульчики. Стульчики я почему делаю мягкие? Потому что после того, как ты покушаешь семейно, да? Потому что гости будут в гостиной, а с семьей мы отдыхаем здесь. Надо, чтобы было ничего не дергалось, ничего не болело. А вот мягко, комфортно, удобно. Либо стеклянные полочки для маминых посуд красивых. Здесь будут шторы. Так, опять здесь будут шторы. Да, уже заказала защитки для окон. Вот, видишь, небольшой балкончик здесь. Сюда не выйдешь, но сюда можно красиво просто сделать огород. Зелень, деревья, лимоны, лаймы, что-нибудь посажу. Потому что это как двор, чтобы свой двор был. Не, блин, Ситор, ты, конечно, молодец. Я об этом даже не задумался задумать. Здесь у нас будет телевизор. Вот везде телевизор, да? Сейчас телевизор смотрят? Да. У всех свой телевизор, свой консионер в комнате. Эта линия вся с кухонной мебелью будет заполнена. Но так как здесь, видишь, вот эта вот штука, мы ее спрячем. Здесь будет шкаф. Здесь открыто будет, чтобы мама подходила. Или я подходила, открывала окно. Ой, наверное, ручка, сына, как круто сейчас, что ты боли? А, может, ты шадаки? Я придираюсь вообще ко всему. Да, вот смотрите, вот когда вы берете акт-прием, смотрите, вот, например, если, например, Ситоре не понравилось, и здесь есть реальность дефекта, она говорит, поменяйте. Конечно, я сейчас, во время акта приема, я даже проверю, какие у меня мыши были, с какими мышами я сдавала, и каких мышей мне вернулись. Это моя любимая будет зона, потому что у меня здесь будет стоять духовая печь. И два холодильника. Только мне надо найти место для двух холодильников, потому что у меня огроменные. Здесь посередине будет еще один стол, шкаф-стол. Чтоб тесто катать, жарить палец. Типа барная стойка, да, типа? Разделять как бы ту зону и зону готовки. Кстати, у меня будет включитель, когда будешь подниматься. Ресивер называется. Здесь включаешь, а там выключаешь. И автоматические лампочки на каждой лестничке. У меня родители уже не молодые, вдруг чтоб не упали. Если честно, чуть-чуть узковато. Здесь еще есть входная дверь, подъезд запасная. А, е-е-е, серьезно. Это можно отсюда выйти тихо ночью, когда родители спят. Она будет тусить, и чтобы родители не заметили, она будет заходить через эту... Но камера наблюдения будет и здесь. Камера наблюдения будет в гостиной. В подъезде будет внутри. Со стороны балкона будет. Со стороны двери полукруг, который будет объемно. Две камеры сюда. Одну сюда, одну туда. У меня шесть будет камер. Здесь у меня будет шкаф. Встроенном шкафу будет что? Две стиральные машинки. Сверху будет сушилка-машинка. И здесь полочки для порошков стиральных причиндалов. Это уже большой санузел. Здесь будет встроенный шкаф. Здесь будет у меня ванная. Но я хочу здесь сделать зеркало большое. Чтоб себя видеть полностью. Красивую сетку. Пока мне не исполнилось 80 лет. Поворачиваешься, видишь вот эту вот стену? Так. Она у меня не просто так стоит. Да ты че? Ну-ка расскажи. Угадай, что здесь будет. Телевизор? Нет. Это моя спальня. Ты выходишь с моей спальни. Вау, это твоя одна спальня? Да. Ты оделся, нарядился, вышел. Зеркало? Конечно. Вот этой ширины будет вот эта вот вся стена. Она будет зеркальная. Заключительный, финишный проход. Так, я себе нравлюсь. Все, пошла. Этой стены не было. Я ее попросила достроить. Это еще одна спальня. Это кому? Кто выберет? Подруга? Главное, что моя спальня готова. Я знаю, где я буду спать. В какой комнате? Кстати, заметь пенки мои. Когда я заказывала, я делала двойную оплату. Почему? Я попросила, чтобы мне сделали 20-сантиметровые пены. Здесь 20 сантиметров. А подожди, строительная компания не предоставляет. То есть, в каком виде она оставляет тебе здесь? Они предоставляют закрытые крыши, также и стекловатые. Вот теперь будет стекловатая. Я сначала закрыла пенкой, а потом закрою стекловатой. Можешь кричать, орать, слушать музыку громко. Я это делаю часто. Причем, каждое утро я просыпаюсь музыкой. Я начинаю танцевать. Мне задают вопрос. Вы не употребляете спиртное? Вы не курите сигареты? Как вы расслабляетесь? Я включаю громкую музыку дома, танцую просто до упаду. Перед этим она делает пенополиуретан 20 сантиметров, а потом еще делает стекловатую. Так что... Я проверяла даже ширину. Я пкала железку, и мы сантиметром мерили каждую территорию с папой. Мы это делали. Молодец, молодец. То есть, стройке надо быть педантичным и проверять, придираться. Потому что, если вы сейчас не проверите, в дальнейшем это может сказаться, и потом будет дискомфорт. Ребят, вот это и есть мансардная часть. Мансардный этаж. В принципе, он ничем не отличается. Единственное, что уходит потолок. Да, но имеется в виду, на любителя. Это у нас будет срезать. Это сейчас пока сайли. Так как коробка у меня есть занавески, будут треугольники. Здесь будут леды большие. Ярко, чтобы белая была комната. Вот эти вот. Вот на этих стекловатах. А почему так мало стекловат, я не поняла. Или там тоже есть. Это еще гипсокартоны мои. Я уже знаю, что это такое. Молодец. Перед закрытием стекловат и гипсокартонов надо провести электричество. Умница. Молодец. Да, все правильно. Так. От стены до стены у меня будет шкаф. Шкаф косметики. И я буду наводить красоту. Это вот в этом углу. Здесь у меня будут полочки для моих шляп. Вот здесь посередине у меня будет кровать. П-образный шкафчик, а посередине телевизор. Вот это вот Г-образная стена. Вся вот так вот. Здесь будет шкаф вечерних платьев. Гардеробная у меня будет темно-коричневого цвета, стеклянная, закрытая. Когда ты открываешь шкаф, включается свет. Здесь у меня будет вот этот отдел моих коктейльных нарядов. Блин, подожди. В смысле? Здесь, короче, длинные платья, а здесь из-за того, что... Вся стена будет гардеробной для коротких платьев, для кофточек, рубашек. Вот здесь вот будет шкаф гардеробный для обуви. А недалеко ли будет обувь нести, там, можно там поближе, нет? То, что у меня будет здесь коврик и будет зеркало. Полы у меня будут белые мраморные. Везде, во всей квартире. Жалко, что закрыли, там была комнатка небольшая, как кабинетик. А что за комната там? Для чего? Самый прям такой вот смак закрыли. Будет такой столик, можно сделать кабинет для макияжа, можно сделать рабочий кабинетик. Такой уголочек для себя, там прям очень комфортно. Но в детстве мы всегда хотели вот такое что-то уютное, чтобы такое... Это по планировке вот это вот. А вот это вот окно... Это вообще было. При желании мы можем это закрыть, но я не закрыла вот это вот окно. Ну, чтобы проветрилось с крыши. У меня по планировке дизайнер сделал предложение, вот сюда вставил гипсокартон. Почему? Здесь будет телевизор, а с задней стороны стены будет кабинет. Вон соседи уже теплый пол поставили, хотя я не советую ставить. Я купила, но он у меня лежит, потому что строительные эти, они заходят, они будут наступать, и это пока закончится ремонт, это испортит. Теплый пол можно сделать в конце. Смотрите, лайфхак, который я даже не ожидал. Я думал, будет сегодня просто. Вот здесь будет кухня, вот тут зал, а тут еще и... Нет, у меня теплый пол будет на кухне, так как будет здесь стоять кухонная мебель. После кухонной мебели полтора метра шириной будет теплый пол. Ситор, скажи, пожалуйста, здесь вообще в Ташкенте какая зима? Прямо холодная? Ну, уже пару лет холодная зима, раньше не было такого, а сейчас холодная. Теплый пол будет у меня в санузлах и на кухне. Здесь утепление не требуется, смотри, обрати внимание на ширину стен. Ну, вот говорили, 51 сантиметр. Снаружи? Ну, да, вот. Видишь, какие стены? Это не сущие. Это другая, вот смотри, вот межкомнатная, один кирпич. Межкомнатная, да, один кирпич. Здесь все трубы. Своя канализация, смотри, здесь. Скажи, пожалуйста, вот эту перепланировку, в какой момент ты делала? Когда кирпичи ставили? Или в самом начале, когда ты выбрала скотлована еще? Перед кирпичами они задают вопрос. Дают тебе планировку, которую делают сами. Если тебя устраивает, подписываешь акт, и они поднимают стены. Ты даешь уже работу дизайнеру, ты подписываешь акт заключительный, что тебя эта планировка устраивает. Ты приходишь после того, как поднимают стены, проверяешь. Если тебе это нравится, только тогда ты подписываешь заключительный акт. Учтите, что у некоторых строительных компаний есть такая функция, а у некоторых это платная. И сразу спрашиваете, можно ли поменять, не нравится или нравится. Только скотлована. А когда уже построено, там, извините, все вы будете делать за свой счет и ломать, и строить. Учитывая интересы клиентов. Можете меня поздравить. Столько времени, пока дом поднимался, пока закрывали отделы строительной работы, ключи были у бригадира. И сегодня благодаря Бахе. Спасибо, Баха, что ты меня сегодня вытащил на мою стройку, что я получила ключи от своей квартиры. Это абсолютная правда. Я сейчас видел процесс, где она забирала и подписывала акты, где она забирает ключи, что у нее есть вот эти дубликаты. Так что, поздравляю. Спасибо. Получила ключи? Ты примерно подсчет делала? Да. С бригадой, с ремонтом, с матерям, со всеми? Сколько надо? Около 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов на 222. 22 квадрата. Это очень дешево, если честно. Мы еще не считаем мебель, мы не считаем еще шторы, мы не считаем посуду, мы же не считаем, мы просто ремонт. Если честно, мужики бы в первую очередь закупали там кафель, ламинат, а она вначале посуда, шторки, мебель. Первое, что я заказала, это мебель. Ну все, ребят, вы все увидели своими глазами. Пожалуйста, теперь твои пожелания людям, кто мечтает купить в Ташкенте себе жилье. Для начала я вам скажу, что не надо бояться этого. Страх и у меня был вначале. Честно сказать, у меня... Ой, мы же не рассказали, как я купила эту квартиру. Как ты купила? Откуда у меня столько денег? У тебя будут вопросы в комментариях. Откуда у тебя столько денег? Сколько она зарабатывает? Мне будут писать. Я не миллионерша, я не зарабатываю миллионы. Я зарабатываю, ну, достаточно. Когда я стала покупать квартиру, у меня вообще было в планах приобрести на 100 тысяч долларов. Не на такую большую сумму, и тем более не делать ремонт еще на 100 тысяч, да? Когда я уже стала осматривать все, 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 я остановилась на этой квартире. Почему? Потому что компания Golden House сотрудничает с банком ОФБ. Вы можете приобрести квартиру, внести часть суммы, остальное оформить кредит через банк. И на протяжении 20 лет оплачивать этот кредит. Но, слава богу, я вначале также оплатила 30% от квартиры. Я оплатила квартиру. Я думала, что 20 лет, да, буду оплачивать ежемесячно. Я не стала менять машину, я не стала покупать новую одежду, а стала просто кормить. И я сейчас закрыла сумму квартиры, осталось 20%. 80% кредита я уже закрыла, да. За полгода, молодец. Не надо покупать новые машины, не надо одеваться. Нет, конечно, если карман позволяет. У нас есть очень много людей, которые хотят приобрести квартиру в новостройках. Очень небольшая подсказка, если вдруг у вас нет этой суммы, за которую вы можете приобрести, не только Golden House, мне кажется, другие компании тоже сотрудничают с банками. Вы можете приехать, оплатить определенную часть, а остальную оформить через банк кредитом. Выплачивать и рассчитываться. А какой там процент годовой? 18%. Я, например, взяла в кредит большую сумму. Поэтому там другие проценты, а там другие услуги. Это можно сделать. И поверьте, когда у вас кредит, и работаете просто. Да, днем и ночью, да, встаешь, будильник не нужен. Мне очень многие пишут, да, вы и там, вы и тут, вы и ведете, вы и в фильмах. Вы остановитесь, определитесь, где вы хотите выступать. Я хочу жить красиво, я зарабатываю. Пока я молода, пока есть силы, я делаю будущее для себя, для своих будущих детей. Вот вам и маленький лайфхак, как заработать. Несколько квартир в Ташкенте. Я вас очень люблю, желаю всего самого наилучшего. Я хочу сказать тебе спасибо. Тебе спасибо. Что у тебя такой блог, очень полезный. Посмотрю, как можно приобрести в Казахстане квартиру. Да, я сейчас не хочу открывать секрет. Нет, я хочу в Эмиратах, в Дубае. Я съезжу в Эмиратах, специально для тебя сделаю блог. Да, в Дамаке. Я потом буду приобретать в Эмиратах, в Дубае квартиру. Я тебя приглашу. Ну, Ситария, что хочу сказать. Очень много моих земляков, Кыргызстана, я уверен, из Казахстана. И есть, кто занимается в Дубае. Ребята, если вы смотрите этот влог, пожалуйста, напишите мне. Мы можем сделать обзор Дубае. И, возможно, таким людям, как Ситария, кто хочет приобрести недвижимость там, в Эмиратах, могут приобрести через вас. Так что пишите, я открыт. Всем удачи. Все, пока, ребята. Спасибо большое. Кстати, не переставайте следить, потому что я надеюсь, что к концу лета я закончу уже ремонт. И мы вам покажем готовую квартиру. Вау, вау. Я тебя приглашу. Ребята, давайте сделаем так, чтобы было интересно. И посмотрим, насколько это вам интересно. 10 тысяч лайков под этим видео. Приезжай и делай обзор, когда уже сделали ремонт. И покажем вам конечный вариант. Самый крутой комментарий, кто наберет самое большее лайков от Ситора подарок. Да, не переставайте следить за этим блогом, потому что очень интересно впереди. Мы лично для себя приготовили бухарский плов и спеку какой-нибудь торт своими руками. Блин, ну, короче, я, походу, по-любому сюда приеду. И еще, я думаю, если вам понравится рынок Ташкента, моя соведущая вполне может быть Ситора. Может быть, конечно. Почему бы и нет? Я с вами не прощаюсь, говорю до новых встреч. Все, ребят, пока. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова